Обратите внимание, передо мной лежат две папки, две стопки бумаг. Вот эта стопка бумаг – это мои бумаги, которые я представил в суд, в Лисинский городской суд, который проходил, стоялся 5 августа текущего года. А вот эта папка бумаг представлена в суде ответчиками, то есть представителями Лисинского городского собрания, которых я призвал к суду. Я уже об этом информации проходил везде. Но в ходе судебного заседания открылись кое-какие нюансы, я бы хотел их довести до вашего сведения. Думаю, обязательно общество нашей республики должна об этом знать. Вот тем более, после того, как прошло это заседание, возникли у людей вопросы. Вот вы слышали, что суд отказал мне в удовлетворении моего заявления о признании незаконным решением Лисинского городского собрания о назначении Трапезникова, исполняющего обязанности главой администрации города Листы. И также были голоса, звучат там, что мол, ну что же вы к нему пристали? Это высокообразованный, большой специалист, кризисный менеджер, который работает во благо нашей республики, а вы сегодня угомонитесь, все, пристаете, пристаете, требуете его отставки, тащите его в суд и так далее. Значит, каковы мои доводы, которые были вот здесь изложены, вот этой папкой моей? Я их тоже уже озвучивал. Значит, основные доводы, которые я считал и считаю, что Трапезников не должен быть главой администрации нашего города, это, значит, первое, у него нет соответствующего образования, у него нет стажа муниципальной и государственной службы, у него нет, или он не служил срочной службой в российской армии, ну и целый ряд еще, значит, доводы, которые я проявил в суде. Значит, как прошел суд? Судья Семенова, скажу откровенно, я уже знал, вернее, будет так сказать, я предполагал, каково будет решение суда. Вот, председательство судья Семенова. Значит, дело очень сложное. Такие дела обычно длятся месяцами, ну, тем более, когда если требовать отстранения признания незаконного нормативного акта муниципалитета о назначении Трапезникова, там должны проверяться, исследуются документы, вызываться люди, ну, так как обычно. Вот у нас, например, когда нас привлекали к административной ответственности, наши дела тянулись месяцами. Вот, например, мое административное дело, нет, одно, до сих пор еще не завершено. Вы представляете, скоро год уже будет, все еще тянется. А вот суд, который вот буквально прошел 5-го числа, Семенова пропустила в один приседство. То есть в течение одного судебного заседания она приняла решение об отказе, значит, мне удовлетворение моего административного заявления. Семенова отказалась допустить к участию в деле, значит, претенденту на замещение должности главы города Элисты, Эренженова, Санала, Тимофеевича и Эрнееву, Валентину Владимировну, которые просили их допустить к делу в качестве СОИСО, суд в этом отказал. Суд им отказал участвовать в деле даже в качестве заинтересованных лиц. На каком основании? У них прямая заинтересованность. Эти люди принимали участие в комплексе наряду с трапезниками. И суд им отказал. Суд отказал. Я заявил отвода судье Семеновой. Отвод она, естественно, склонила им. С другой стороны, все ходатайства, которые были заявлены ответчиком, то есть представителем Элистинского городского собрания, судья удовлетворила. В том числе она допустила в качестве заинтересованного лица члена конкурсной комиссии, которая делала отбор вот этих претендентов на замещение должности. Я еще раз заявил отвод. Она еще раз, так сказать, отказала мне, не удаляясь под совещательную комнату и так далее. Почему я заявил еще раз отвод? Она, значит, сторона ответчиков заявили ходатайства при общении к материалу дела нескольких документов. И эти документы, копии документов, оригиналы не было представлено. Я, естественно, сказал, что их нельзя, это является недопустимым доказательством. К этим документам должны быть положены оригиналы, судь должен их обозреть, заверить и так далее. Я должен их посмотреть. Судья принимает эти, удовлетворяет ходатайства и материалу дела приобщает вот эти, копии этих документов. Вы представляете, что творится? Вот, ну, в общем, такое дело. Значит, суд, она отказала. Я буду сейчас это дело обязательно обжаловать Верховный суд нашей республики. Но то, что я говорил раньше, выступая, публикую и так далее, о том, что у меня есть те вопросы, о которых я говорил выше. Вот эти товарищи, представители, подтвердили мои слова, что я был прав. Вот смотрите, предлагаю, ваши уважаемые земляки, вот первый документ. Значит, представители Харисийского городского сара, кстати, там присутствовал начальник юридического отдела администрации Трапезникова, и представили, значит, вот такой документ. Обратите внимание. Я вам сейчас зачитаю. Заявление такое. Заявление. Я, Трапезников Дмитрий Викторович, отказываюсь от гражданства Украины в связи с государственным переворотом в Украине в 2014 году и желанием проживать и работать на аудитории Российской Федерации. Значит, это заявление он написал 12 февраля 2020 года. Запомнили? А теперь хочу обратить ваше внимание на такой факт. Как давайте вернемся 26 сентября 2019 года, когда Хасиков настоятельно рекомендовал новому созыву Листинского городского собрания назначить на должность главы города Листы, главы администрации города Листы никому неизвестного, бывшего руководителя ДНР Трапезникова. Вот. Ну и, естественно, наши листинцы, мы все вышли на митинги. И первое, значит, было 29 сентября. 30 сентября Хасиков записал видеообращение. Я повторил, что это его инициатива, это его желание видеть Трапезникова в должности руководителя нашего города. И он сказал, я несу за него ответственность. Я сейчас заявляю, господин Хасик, пришло время вам понести ответственность. И вот почему. Значит, в соответствии с законом, статья 13, пункт 7, закона о муниципальной службе Российской Федерации, гражданин не может быть принят в муниципальную службу, а муниципальный служащий не может оставаться, заниматься в муниципальной службе, если у него есть гражданство другого государства. Так вот, на момент, когда господин Хасиков представлял Трапезникову Елисинскому городскому собранию, Трапезников был гражданином Украины. Он нам показывал всем паспорт гражданина России, но при этом не показал паспорт гражданина Украины. Он продолжал оставаться гражданином Украины. Уже по тем основаниям, которым я говорил, его вообще нельзя было допускать. Вы понимаете? Более того, 27 января, когда он уже работал, его назначили 26 сентября, потом Лестинское городское собрание внесло изменения в устав нашего города, и вот эти две развели. То есть глава города возглавляет Елисинское городское собрание, а Хасик, этот Трапезников, стал главой администрации города Лесты. Специально под него это все делалось. Вы понимаете? 27 января Елисинское городское собрание назначает Трапезникова вновь, теперь уже главой администрации города Лесты. Запоминайте даты. 27 января 2020 года. То первое назначение было 26 сентября 2019 года, и 2, а второе, значит, 27 января 2020 года. А когда он написал заявление об отказе от гражданства Украины? 12 февраля. Вы представляете? То есть, когда я обращался в прокуратуру генеральную, другие структуры, и говорил, то есть проводил доводы, писал в письмах, по каким основаниям не должен быть господин Трапезников, вот, ну, нет образования, нет стажа, и т.д., и т.п. Генеральная прокуратура пересылала нам сюда, республиканская, республиканская, в городскую прокуратуру. И городская прокуратура за подписью главы этого прокуратуры города Лесты пишет мне, что, ну, вот, значит, мы все проверяли его, значит, все там нормально, нет никаких, значит, к нему претензий. Вы представляете? Это и пишет. Они что, прокурор города, ФСБ, который занимается его проверкой, они что, не знали, что закон запрещает гражданину иностранного государства работать муниципальным служащим? Он не имел права по закону руководить нашим городом? Пожалуйста. Далее. Значит, 5 февраля объявляется конкурс на замещение должности главы администрации города Лесты. Вот. Создаётся, значит, конкурсная комиссия, издаются необходимые документы и так далее. И господин Трапезников участвует в этом конкурсе. Будучи гражданином Украины, выпадал, понимаете, всё делается. И вот когда я и другие, значит, люди стали возмущаться, говорить о том, что надо её всё-таки проверить и так далее, он успешно подал вот это заявление об отказе. А должен он был её подать сразу. Он подал, когда получил гражданство Российской Федерации, в апреле 2019 года. Он должен был, когда он уже пошёл в муниципальную службу, должен был направить извещение ФМС, сейчас ПМВД, о том, что у него есть гражданство другого государства. Он должен был об этом сообщить за несообщение о том, что у него есть, за невудомление о том, что у него гражданство другого государства, предусмотрена уголовная ответственность. Статья 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Понимаете? Трапезнику, против Трапезнику должно было быть возбуждено уголовное дело. Когда он подавал все эти документы и так далее, и не сообщал о том, 5, больше 5 месяцев этот человек управлял нашим городом, будучи гражданином другого государства. Куда смотрела прокуратура? Куда смотрела ФСБ? Они, то есть, я сказал, это уже уголовно наказуемое деяние, это преступление. Значит, Елисинское городское собрание, которое утверждало, они же депутаты, они должны были об этом знать, что он является гражданином другого государства. Должны были знать. А если вы не знали, то вы, извиняюсь мне, значит, не очень умные люди. А если знали и не приняли никаких мер, значит, вы соучастники преступления. И никак иначе. Понимаете? Вы все. Вот такая ситуация. Запомнили, да? Теперь, вот когда я писал обращение в генеральную прокуратуру, опять же, и так далее, опять себе в довод проводил, почему трапезик, он не может быть допущен к руководству. Мне говорили, я говорил, у него нет образования. Многие из вас помнят, значит, те мои выступления, когда я, проведя вот это расследование, доказал, что у него диплом липовый, в том числе, липовый диплом, значит, Кабарнино-Балкарского государственного университета, который он получил за 28 дней учиться в этом университете. Так вот, когда я указывал на то, что на его отсутствие, у него диплом, соответствующего профессионального образования, прокурор города Листы мне пишет, что Трапезникова, у него есть высшее образование, и перечисляет мне, прокурор города Листы говорит, Трапезникова закончил Академию управления или Академию государственной службы при главе Донецкой Народной Республики. Это прокурор города Листы, Российская Федерация, пишет, что у него есть диплом, который позволяет ему работать главой администрации города Листы, диплом, выданный тем Санатой Академии при Донецкой Народной Республике, при главе Донецкой Народной Республики. А что такое Донецкая Народная Республика? Мы что, Российская Федерация его признала? Путин сказал, что мы его не признаем как государство, ни как субъект Федерации. Что это такое? Более того, значит, прокурор, значит, называет два университета, на мою, так сказать, доводу, что он закончил Академию Донецкую при главе ДНР и Кабарнино-Балкарский университет. Так вот, когда 5 августа в ходе судебного заседания представитель Элисинского городского собрания приобщает к материалам дела документ, подтверждающий образование господина Трапезина. Вот она говорит, они поняли, когда я уже все это написал в своем административном заявлении, что сейчас указывать, ссылаться на эти два документа, то есть на Кабарнино-Балкарский государственный диплом и на диплом вот этой Академии управления при главе ДНР это уже абсурд, это незаконно. И они говорят, апеллируются на мои доводы. Вот Татьяев говорит, что у него нет образования. Мы, говорят, попросим приобщить к материалам дела диплом об окончании трапезников Академии как же это называют Донецкого народного государственного университета, Донецкого государственного университета, который трапезников закончил в 2005 году. То есть они уже не ссылаются на диплом Кабарнино-Балкарского университета, не ссылаются на диплом Академии Госслужбы ДНР а ссылаются только на диплом, который они просят приобщить к материалам дела. И вот они приобщают к материалам дела. Обратите внимание, вот этот диплом. Так вот, вот он, диплом, копия диплома, который приобщен к материалам дела, который должен доказать всем нам, суду, мне, как и суду, и жителям нашего города о том, что у трапезников есть высшее образование. который дает ему право занимать эту должность. Так вот, повторяюсь, это не диплом о высшем образовании. Это диплом о переподготовке. Это украинский, тем более. Так вот, в соответствии с законом об образовании в Российской Федерации диплом о переподготовке не является дипломом о втором высшем образовании. Вы представляете? Не является. Тем более, диплом о переподготовке другого государства. Вот что творится. Далее. Значит, мне прокуратура все наши, так сказать, доказывали, что мое, так сказать, заявление о том, что у него нет стажа государственной и гражданской службы, опровергается, дескать. У него есть стаж и так далее. И обратите внимание, когда я раньше говорил, что, значит, вот эта конкурсная комиссия города Листы зачла ему стаж в гражданской государственной муниципальной государственной службы, стаж, работаю его в ДНР, в ДНР. Они в 5-го числа выступают. Представитель городского собрания говорит, нет, мы сейчас стаж работы в ДНР в качестве стажа государственной и муниципальной службы ему не засчитывали. Мы ему засчитали стаж до 2014 года. Стаж, да, который эквивалентен стаж государственной и муниципальной службы Российской Федерации, который требует. И вот, смотрите, они приобщают материалом дела вот копию трудовой книжки господина Трапезняка. Вот она. Опять же, без оригинала. То есть, они не представили оригинал диплома, не представили оригинал заявления. И вот, также вот эта копия трудовой книжки его. Вот она. То есть, те документы, которые я в фирме раньше пытался получать. А теперь они сами принесли в руки. Так вот, я вам сейчас зачитаю, что они зачли ему стаж. Стаж, который, по мнению прокуратуры, ФСБ, мэрии, Городского собрания, и вот этой самой главной конкурсной комиссии, они посчитали. Значит, смотрите, что делается. Трудовой стаж господина трапезникова. с 9, это сентября 1997 года по июнь 1999 года он учился в ПТУ Донецке по специальности каменщик и монтажник стальных и жезобетонных конструкций. Потом, с июля 1999 года по август 1999 года в течение одного месяца он работал на шахте электро-газосварщиком 3-го разряда. Далее, с октября 2001 года по июль 2005 года он работал координатором фан-клуба «Шахтер». Значит, с июля 2005 года по март 2003 года он работал директором ООО «БУСТ-стандарт». то есть сколько тут месяцев всего-то на всего несколько месяцев. Дальше, с июля 2006 по сентябрь июль 2006 года в течение одного месяца он работает президентом благотворительного фонда «Благовест». Потом, с июля 2006 по декабрь 2006 генеральным директором бильярдного клуба «Бильярдай». Директор бильярдного клуба. Потом, с декабря 2006 года по ноябрь 2010 года он работает генеральным директором, руководит спортивным клубом «Патриот». «Патриот». с 2010 декабря по март 2012 один год три месяца он работает заместителем председателя Петровского районного совета. 13 месяцев. Потом, с сентября 2012 по январь 2014 года опять же несколько месяцев он работает в объединении заместитель начальника украинского какого-то капиталового рынка. Потом, с февраля 2014 по май 2014 исполняет обязанности генерального директора торгового дома «Укрторг». «Укрторг», да. Вы представляете? Вот она его биография начиная с 1997 по 2014 год. И вот эту биографию, этот трудовой стаж, они зашли ему как стаж муниципальной и государственной службы. Вот она здесь вот эта его трудовая книжка записана. Вы представляете? то есть уже по этим основаниям в связи с тем, что у него нет стажа государственной муниципальной службы, он не имел права работать. У нас есть закон, наш региональный закон. Вот. Так, он называется «О некоторых вопросах правового регулирования о муниципальной службе в Республике Калмыкия с изменением на 8 октября 2019 года». Так вот, значит, должность, которую занимает этот человек, он должен быть, не ускоряем, квалификация, стаж, вернее, он должен иметь не менее двух лет стаж, это высшее звено, вот эта муниципальная служба, или стаж работы по специальности не менее пяти лет, если у него нет стажа, два года, а у него стажа, мы сейчас с вами, я вам прочитал, нет стажа муниципальной и государственной службы, а год, который, они, может быть, посчитали, его стаж, вот этот, который он в Петровском районе замом был, один год и три месяца, и тот, либо пять лет, значит, стажа по специальности. Так, у господина Трапезникова нет ни одного дня стажа по специальности, с учетом даже того, филиппового диплома Кабардино-Балкарского университета. Понимаете? Нет у него стажа. Ни одного дня. Более того, дополнительно к руководителю, главе муниципального образования появляется еще дополнительное требование. То есть, у него там стаж уже должен быть не менее трех лет. Не менее трех лет. Вот такая ситуация. Ну, еще, значит, одно основание, по которому он должен был немедленно отстранен от должности. Господин Трапезников, я уже об этом неоднократно говорил и прокуратуре везде, немедленно должен был быть отстранен от должности, поскольку он не проходил срочную военную службу в Российской Федерации. Понимаете? Он обязательно должен, у нас есть федеральный закон, есть соответствующий указ президента Российской Федерации, там есть несколько, определенная группа лиц, категория лиц, людей, которые не обязательно проходят срочную военную службу, это люди, которые по состоянию здоровья, люди, у которых родители погибли во время прохождения службы, люди, которые учатся в аспирантуре, трапезников, получил гражданство Российской Федерации в апреле 2019 года, он не проходил срочно военную службу, мне говорят, ну, понимаете, он же говорит, это самое, он не мог пройти военную службу до 27 лет, потому что он жил, был гражданин другого света, это юридического значения никакого не имеет, например, если ты не служил, наш гражданин Российской Федерации, ты не можешь право вообще подавать туда, не мог тебя принимать, потому что ты не проходил, а то, что ты был гражданин другого государства, это значение не имеет, все, четко, ты должен пройти военную службу срочно, если у тебя нет оснований не проходить вот такие дела, то есть, вот это я поэтому на этом, сказать, закончу, поскольку возникали вопросы, вот, и в том числе вот такого, который я сказал, что вы к нему пристали, и так далее, он же хороший специалист, хорошее образование, и так далее, я вас умоляю, уважаемые дорогие мои земляки, прекратите говорить о том, что трапезник вот что-то делает, это работа, это рутинная работа, это обязанность, вы хотите, чтобы человеку приняли на работу незаконно, да, в нарушении законов, и чтобы он ничего не делал, он должен, глава города, администрация, город должен работать, нельзя ставить заслугу то, что человек должен делать хоть в его обязанности, понимаете, не надо этим проводить в качестве его заслуг, и так далее, вот, вот думайте сами, этот человек, значит, я знаю, что прокуратура наша там мониторит, социальные сети и так далее, вот ваш, я вам рассказывал, это не я, эти документы представила Элисинское городское собрание, доказательство того, что мы говорили, у него нет образования, липовый, он представил липовый диплом, то есть диплом о переподготовке, он в нарушении федерального закона не написал заявление об отказе от другого государства, а сделал это позже, когда уже отработал пять месяцев, да, то есть уже тогда он должен быть допущен, а сейчас он должен быть отстранен, вам необходимо провести проверку, проверить вот этих товарищей из конкурсной комиссии, они что, изучали? кто вписал мне эти письма, что там и все нормально? Разберитесь с ними, если кого надо, вы должны привлечь, к административной или к уголовной и так далее, документы, все есть, все, спасибо за внимание. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далнхойрхудл» «72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельхын» «Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далншиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова «Это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа». Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендевт НБ» «Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный современный дизайн, текст на калмыцком и русском калмыцких обычаях и традициях связанных с рождением детей делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим ходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.